Я как ведущая каких-то новостей, причем такая, ладно. Ноги болтаются, как карандаш в стакане. Я, кстати, знаю, о чем говорю, у меня ведь ровно точно такая же нога, между прочим. Фигню какую-то сказала. Трэш очередной или че? Друзья, приветствую вас на своем канале. Здесь мы говорим про моду, стиль, красоту и тренды. Меня зовут Екатерина Свидерская, я стилист и имидж-консультант. И сегодня у нас будет очень-очень крутое видео. Мы поговорим про обувные тренды, про актуальные модели обуви на текущий сезон. Итак, начнем с особенностей и характеристик обуви, чтобы вы имели представление, на что обращать внимание, на какие детали. Ну а дальше пройдемся по моделям. Начнем с того, что наряду с традиционным заостренным и скругленным мысом обуви очень популярны и уверенно завоевывают свои позиции квадратные носы. Не для всех, конечно, это подходящий тренд, но если вы опасаетесь таких прямо жестких, квадратных, геометричных носов, то можно обратить внимание на чуть более скругленную модель. Но в то же время все-таки присмотритесь, потому что квадратные мысы – это очень актуально. И это будет и дальше актуально, потому что все, что удобно, все приживается в нашем обществе. Идем дальше. Следующая особенность из обувных трендов – это голенище чулком. Это может быть на… Что это? Что это такое? Следующая особенность обувных трендов – это голенище чулком. Причем это голенище может быть на невысоких ботильонах, это может быть на высоких ботфортах и на высоких сапогах. Причем чем выше и длиннее, тем круче. Но при этом голенище обтягивает вашу ногу, как такой плотный чулок. Это сейчас невероятно актуально. И тем девочкам, у которых узкое голенище, которые говорят «Ой, у меня такая проблемная нога, всегда сложно подобрать обувь, потому что ноги болтаются, как карандаш в стакане». Я, кстати, знаю, о чем говорю. У меня ведь ровно точно такая же нога, между прочим. Так вот, эти как раз чулочки для вас. Выбирайте и носите. Дальше мы с вами поговорим про текстуры обуви. Питон, зебра, крокодил и прочие анималистичные фактуры. Это очень-очень круто. Берем их, обращая на них внимание. Собственно, это модно так уже давно. Но сейчас никуда от нас не уходят эти тренды. Они по-прежнему с нами. По-прежнему дают нам возможность насмотреться, привыкнуть и, наконец-то, адаптировать эту реально очень красивую обувь в свою жизнь. Следующий пункт – это шнуровка на ботиллионах. И чем она выше, чем ботинок выше, тем это красивее. И сейчас очень много таких моделей представлено. Таким образом, дизайнеры дают нам почувствовать викторианский стиль. Вот так он трансформируется в нынешние современные модели. Актуальные каблуки, ну, собственно, все те же. Они могут быть геометричные, такой очень ровной, правильной формы, прямоугольные. Они могут быть треугольные, как, например, на казачках. Либо это могут быть очень удобные каблучки Kitten Hill. Они маленькие, невысокие, и на них можно пробегать целый день, совершенно забыв о том, что на тебе сейчас обувь на каблуках, что очень удобно. Дальше, внимание, утолщается подошва. Ну, в принципе, она утолщалась уже несколько сезонов, но сейчас это что-то невероятное. Потому что подошва становится из платформы, просто платформящей. Чем крупнее, тем интереснее. Она может быть тракторная, такая рифленая. Либо это может быть такая сплошная гладкая платформа. И даже совершенно обычнейшие лоферы на такой платформе смотрятся, ну, прямо как что-то очень трендовое и невероятное. Поэтому, если вы готовы на такой эксперимент, обязательно попробуйте. А я, кстати, купила. Вот, покажу потом. И помимо того, что подошва утолщается, и она становится такой большой, она еще очень часто такая конкретно резиновая. И, наверное, это очень удобно, потому что вы не будете скользить. И... А что за ии у меня постоянные? То, что подошва толстая, это невероятно хорошо, потому что, во-первых, вам не холодно очень долго, и в такой обуви можно проходить даже в первые холода. И плюс очень часто такая подошва резиновая, и это позволит вам не скользить в период гололеда. Я умею разговаривать, оказывается. Ну, и такой очень своеобразный тренд, к которому многие отнесутся настороженно, либо вообще скажут, боже, что это? На самом деле, моя первая реакция была именно такая. Это возвращение в моду, сочетание платформы с каблуком, и плюс это все еще и с квадратным носом, и такие копытца получаются. Такую модель представил бренд Bottega Veneta, и очень многие магазины и другие бренды стали уже транслировать это на большой массовый рынок, и поэтому таких моделей вы тоже встретите довольно много в магазинах. Не пугайтесь, не пугайтесь, можете даже примерить, возможно, все не так страшно. Это были характеристики и особенности трендов на текущий осенний сезон, а сейчас мы поговорим про модели. И начну я с классических моделей, чтобы вас не пугать, разумеется, обычные ботильоны классических, привычных форм вполне существуют до сих пор, вы можете их взять, если у вас их еще нет. А также стоит обратить внимание на Челси, на обычные ботинки на шнуровке. Если вы не готовы брать рифленую огромную подошву, то вы можете взять обычные модели на плоском ходу, на невысокой подошве, и вам будет вполне привычно и комфортно. Разумеется, грубые ботинки по-прежнему актуальны, и то, что вы видите сейчас на экране, уже не кажется таким страшным, согласитесь, по сравнению с теми фотографиями, которые были до. Поэтому такие грубые ботинки сейчас уже вполне кажутся милыми и симпатичными. Их по-прежнему носят и с платьями, и с юбками, и с брюками. Они очень универсальны, и я считаю, что должны быть в гардеробе у каждой девушки. По-прежнему актуальны казаки или казаки. Трекинговые ботинки. Ботфорты, причем у ботфортов может быть как голенище чулком, о чем мы говорили выше, также и широкое объемное голенище. Сапоги-трубы, или их еще называют сапоги наездницы, они тоже очень актуальны. И если помните, в прошлых сезонах уже стали появляться чанки-бутс, сейчас просто они представлены абсолютно везде, это очень тоже интересная трендовая модель. Попробуйте, она очень удобна и также универсальна сочетается со многими вещами из вашего гардероба. Ну что ж, на этом сегодня все. Обязательно расскажите мне в комментариях, какую пару обуви вы готовы попробовать из предложенных нынче моделей. Может быть, какие-то у вас уже есть. Пишите, это всегда очень интересно. Буду рада вашим комментариям. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте уведомления, чтобы не пропустить новые видео. И также напоминаю свой чудесный инстаграм Екатерина Свидерская. Заходите, давайте дружить и общаться, там всегда много интересного. Пока-пока!